Говорят, что в русском языке несколько сотен тысяч слов, но только три из них, а также производные, пользуются заслуженной дурной репутацией. Борьба с ними ведется везде – в семье, в школе, на работе. Можно ли победить нецензурную брань? На этот вопрос мы и постараемся ответить. Есть мнение, что ненормативную лексику на Руси использовали еще во времена царя Гороха. Последующие поколения традицию подхватили и укрепили. Нецензурная брань использовалась в строго определенных случаях. Например, когда надо было отогнать злых духов или не менее злых людей. Наши деды и прадеды хорошо знали, какую роль сыграл русский мат во время войны. Какое из трех матерных слов самое популярное на этот счет единого мнения не существует, по крайней мере в Нефтьюганске. Какое самое популярное, как вы считаете, на КПУ букву? На Х. Наверное, я слышу. Наблюдение? На букву Б, наверное. На Б. На Б более популярное. На Б? Да. На Б, но в втором месте на Х. С одной стороны, использование ненормативной лексики за пределами строго определенных ситуаций осуждалось обществом всегда. На то она и ненормативная, то есть не соответствующая общепринятой норме. С другой стороны, осуждения и запреты помогают почему-то мало. Среди взрослых это присутствие, среди коллег особенно бывает. Также, конечно, как это ни печально, на детских площадках, причем дети очень маленькие, а уже матерятся. Вот сейчас полдень, да? Вы уже успели услышать ненормативную лексику? Нет, я нет еще. Я телевизор не смотрю. Молодежь уехала вся. Нет, сегодня нет. Вам повезло или это обычно для вас? Да, обычно. Обычно. Может быть, бороться с нецензурной бронью не надо? Надо. Так, согласно соцопросам, считают около 80% россиян. Эту точку зрения поддерживает и учитель русского языка и литературы Елена Каурова. Конечно же надо. Почему? Потому что слово имеет энергию. Энергию положительную и отрицательную. Вот в странах, где вообще нет бранных слов, даже не рождается детей с детским церебральным параличом. 3 февраля, в день борьбы с ненормативной лексикой, жители нефтьюганского региона внесли посильный вклад в борьбу с плохими словами. Иногда с помощью тех же самых плохих слов. Слушай, как смогли, так и поборолись. Вообще, надо сказать, что в окончательную победу хороших слов над нехорошими верят не все. Как простому русскому человеку, вот простому, обыкновение каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику? Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батарей на ногу нужно говорить редиско. Я сомневаюсь, что можно побороть. Сейчас вот такие методы, как применяют Роскомнадзор, запрещают. Вот, допустим, в кино, в интернете читаешь, что фильмы, типа, хотят, там, сигареты убирают, алкоголь, мат. Я думаю, это такое, что в обиходе уже не искоренить. Как вы считаете, можно ее победить или нет? Конечно. Как? Как? Добрым нужно друг другу быть. Развивать речь разными способами. Через уроки литературы, через уроки искусства и, конечно же, средств массовой информации. Наша телекомпания выражает солидарность со всеми борцами с ненормативной лексикой. И в качестве вклада в эту борьбу в данном сюжете не использовалось ни одного бранного слова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...